всем привет 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 мы все-таки уехали из брауншвайга и подумали зачем тратить выходной на что-то другое зачем ехать домой мы дома и так насидимся приедем к мы в это интересное мистическое и магическое место харцах раз два три видите кто у меня спрашивал в комментариях где начинается река которая течет в госларе а вот где она начинается я не знаю поднимемся ли мы наверх любого сильно здесь есть даже переход потому что с нами еще ледь колечки 6 месяцев только вряд ли захочет ой а там рододендрон какой красивый и кафе работает можно кофе у них попить класс водопад вот такой красивый водопад я не могу сказать что здесь холодно но свежо вот отсюда посмотрите идет водичка сюда и дальше мне кажется часами можно любоваться такой красотой пишите пожалуйста в комментариях кто уже здесь был чтобы найти этот водопад я еду в от хардсбург из бот хардсбурга я ввожу в навигацию торф хаус это выше в горы вот интересно будет если упаду класс смотрите о я уже думала может быть волк здесь ходит вот мостик за моей спиной там отель-ресторан кстати видела там сидят люди и вверху давайте вам покажу вот так вот видите в самом верху где водопад там есть смотровая площадка мы сначала давайте полюбуемся тем что мы видим здесь если вы любите воду природу лес для вас хардсбург это будет просто рай я себе другого представить просто не могу какой здесь вот правильно девушка сказала из ровно вкусный воздух она сказалась мачне по витря вкусный воздух это правда здесь как-то не знаю вот мне кажется и дышится и живется по-другому там есть тропинка и по тропинке можно подняться наверх и там смотровая площадка отсюда не залазь чтобы ты не подскользнулась давай я вы подождите здесь и я встречу маму хорошо нет я с ней просто дорогу перейду как же здесь красиво пишите пишите в комментариях кто здесь уже был здесь можно красивые фотографии делать да и вообще в принципе вот просто приехать здесь тихо здесь спокойно хотите с компанией хотите просто один и все и вот ты в этом лесу горы лес вода растение очень много всяких разных как я сейчас встречу свою маму мамулька как дела она сидит кстати у нас прорезался первый зуб ключи мне забрать рододендроны цветут мамуська кто рододендрон ладно я не знаю получится ли с коляской вот такой мамуська привет всем привет привет мне коляску взять там вот есть дорога но лучше здесь спуститься мы где возле дороги погуляю конечно выкают что такое горы правильно все я я ушла там нет мостик можно через мостик перейти да здесь немножко так вот как уши закладывает я зайду в двор этого ресторана тоже вам рекомендую опять-таки напоминаю hard ведьминский культ здесь царит поэтому можно увидеть чертиков бестиков как изображение ведьма чик покажу вам сейчас радодендрон смотрите в мой рост мне кажется этому радодендрону может быть около 30 либо 50 даже не знаю лет тридцать сорок пятьдесят точно есть этом растению ой господи только же сказала не удивляйтесь если что-то странное здесь найдете это же надо ой крапива идем дальше А, здесь есть даже другая дорожка. Ещё один ротовензон. Ой-ой. А я собачку боюсь. А там кто-то лает. Вот там сидит пёсик. Пёсик, скорее всего, дома. Что теперь делать? Как бы в Германии собачки все добрые, но лучше с ними не шутить. Пройдём потихонечку. Кстати, почтовый ящик. Можно здесь оставлять письма. Тогда отсюда они будут отправлены. КОНЕЦ КОНЕЦ Пойдемте ближе к водопаду Там же тропинка есть наверх Сумку тяжелую с напитками Можно в коляску поставить В ресторане песик спрятался Рычит Мама, нужно полазить в эту сумочку Мы будем наверх подниматься В гору Какая прекрасная экскурсия на свежем воздухе Обратите внимание на ресторане Эмблема Ведьмочка ссорится с чертенком Откуп делят Ничего, ничего, шутка Слушайте, а это, наверное, принц оставил своего этого коня Это коза Это коза? Ну так всегда Ну так всегда, чему удивляться? Принц приехал Так и назову видео Принц приехал не на коне, а на козе Красиво Такие маленькие-маленькие домики Мы пойдем здесь, хорошо? Мы в прошлый раз пошли по другой тропе И по другой тропе был еще с правой стороны ручей Но так как мы с коляской ходим по лесу Здесь так зигзагом можно подняться на этот водопад Поэтому мы пошли по более пологой тропинке Вот справа еще слышится вода Нам нужно как-то отсюда подняться наверх Ну и, естественно, пока не стемнело, успеть назад Ну ничего, успеем Сколько здесь папоротника Здесь красиво, красиво Класс Берем высоту Берем высоту, правильно, мама Как красиво, посмотрите Посмотрите, прозрачная вода Сколько мостиков здесь Там тоже, вот, пожалуйста, посреди леса Мамочка Пардон, мадам Но здесь нам интересна природа Я когда такие уголки вижу Я вспоминаю наши походы с дедушкой Я, мама Я спущусь туда Я посмотрю, что там на мостике Потом мы поднимемся наверх Так, стоп Это называется Радау-Васафаль Класс Это было в 1859 году Так, я пошла дальше Может быть, я ошибаюсь, но этот водопад сделали Ну или помогли ему существовать Мы потом в спокойствии прочитаем Потому что скоро стемнеет Господи, как красиво Как же здесь красиво Варь, посмотри Правда, классно Кстати, кто сюда приедет Берите спрей от комаров От клещей Желательно в штанах Не в мини-юбках, девочки Здесь есть беседка Все нормально Бабушка может в кадр Это, оказывается, источник Мы просто решили Лею с мамой здесь припарковать Говорю, мама, там есть беседка А это источник Знаете, вот как в Карловых Варах Так, сейчас я посмотрю, куда ребенка поставить Минутку Минутку У нас с собой В коляпке С тухом, улечка, можно чашки найти? Есть даже чашки Взяла с собой На всякий случай Говорю честно Нет, нет Это в этой, да? Потому что Мы собираемся Как это? От меня так видно будет Взяла с собой чашки На всякий случай Думаю, вдруг мы найдем какую-то беседку Взяли с собой Немножко бутербродиков Варя, тебе Ой, мы Лиля, мы отбили твои чашки Ну, ничего Льва Васильевна Сейчас будем Мам, ребенка Никто здесь не украдет Тем более, учитывая ее возраст Даже если не поиграют Все очень быстро вернут назад Как-то мама, наверное, говорила У тебя их двои? Так, пробуем Пробуем все вместе Давайте вот так вот отойду Никого смущать не буду Сяду вот здесь на пенек Ух, как классно Слушайте, мне кажется Я нашла свое любимое Место под солнцем А кто за то, чтобы сюда приехать В следующие выходные? Вкус у воды такой себе Запах тоже А это так надо? Ее точно можно пить? Да А почему мать воду не пьет? Нет, может придется вас вести Получается мочегонная Это мочегонная вода? Почечная Там написано, что это источник Да Вот там Саня стоит Знаете, как говорят немцы? Шербен, бринен, глюк Ну отлично Не расстраивайтесь Тем более вода все равно По вкусу очень странная Любовь Васильевна Назад ее в пакет Там есть бумага И все Все нормально А мы туда все сложим У Лили так много чашек Что если пару штук разобьется Она даже спасибо скажет Скажет, наконец-то Теперь у меня есть повод Купить другие Так Мне кажется, здесь вот Не знаю Такая Воздух такой чистый Такой приятный Такая здесь Атмосфера Ты слышишь Здесь только звуки природы Я не знаю, почему Некоторые мои Я не знаю, почему Некоторые мои знакомые Говорят Которые здесь Родились и живут Что здесь Они бы даже Если бы им что-то подарили Они бы здесь не жили А я мечтаю Жить вот здесь вот в горах Правда, я вам скажу честно Когда зима Когда зимний период Здесь выпадает снег Вы как бы своего рода Отрезаны от цивилизации Потому что здесь тогда Здесь дорога серпантин И может такое быть Что дорогу эту просто перекрывают Если, конечно, вы привязаны к работе Если у вас есть дети Ну, скажем так Несовершеннолетние Либо еще не женатые Не пожененные То, конечно, не такой мобильный Но как можно эту природу не любить Поэтому я всегда говорю всем Как только я выйду на пенсию Я перееду в горы На Вальпургевую ночь Здесь проходят такие фесты Слабонервным не приезжать И здесь культ ведьм Культ всей вот этой вот нечистой силы Потому что кто раньше считался ведьмами? Ведьмами считались те, кто умели лечить травами Ведьмами считались кто? Кто? Соренбаумы Хебамы Повитухи Повитухи считались ведьмами В принципе, все врачи Врачи Кстати, мы сегодня были у Брауншваги на экскурсии Но город был переполнен Как я уже 250 раз сказала Но даже экскурсовод сказал Где этот самый умный ребенок? Это Варя Который знает все О, а второй ребенок выбрасывает игрушки Красиво, красиво, красиво Любовь Васильевна А мы как, еще в теле? Мы поднимемся на вот это? Тогда идем Да Какой? Телефон звонит, наверное, бабушка Переведи, пожалуйста, мне вот этот текст А почему переведи мне? Мама, услуги переводчика, они дешевые В 1925 году, когда здесь бурили Обнаружили на глубине 65 метров питьевую воду Затем еще больше Это сделали до 84,5 метров В 1931 году 18 метров вот здесь Это пробили в 1963-м построили эту беседку В 1963-го года эта беседка Нормально Мам, вода как по вкусу, только честно 59 лет Вода по вкусу как, только честно Запах какой-то у нее какой-то Духлых я есть Это, наверное, мне кажется просто, что это Вода, мам Это кто ее пьет После заката солнца превращается в ведьму О, спасибо Но маму мою преображать не надо Она уже таковая Есть Мамочка, не нужно прятаться от камеры, чтобы эту воду вылить Если, ну, мне она не понравилась, я ее не пью Слушайте, мне как-то вот хочется Мне не хочется отсюда уходить Но пока светло Любовь Васильевна, будем покорять Гаваерлу нашу Все, идем